Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодняшняя тема это негативные отзывы в интернете, вконтакте, во всех соцсетях, в отзывиках и так далее. Особенно часто негативные отзывы у нас появляются от людей, которые сделали процедуру где-то за 990 рублей. У меня вопрос, что можно купить за 990 рублей вообще сейчас в современности? Это батон и кусок сыра. Люди, которые идут и делают татуировку на лице на полтора-два года за 990 рублей или полторы тысячи. Вот у нас в наших школах, там где недавно отучившиеся ученики делают процедуры, у них опыта там 20-30 процедур, они уже умеют в вносить пигмент в кожу, но они еще плохо видят симметрию. То есть, ну, учатся люди во всех областях. Мы хотя бы не убиваем людей, как там учащиеся хирурги. И вот эти люди, они пишут на наших, допустим, на нашей стене вконтакте. Вот висит относительно свежий отзыв. Какой ужас, что сделали с моей подружкой. Она пришла в вашу студию и с ней вот такое сотворили. У нас есть гарантии. Какие гарантии в этом случае? Мы бесплатно удалим этому человеку любую зону бровика в конкретном случае, если ему не нравится сделана у нас процедура. Но идя к ученику, ну, по сути, это даже не ученик, это уже человек отучившийся, уже умеющий работать, но имеющий очень мало опыта еще. Идя к нему на процедуру, эти люди подписывают информированное согласие о том, что они модели, о том, что они осознают, что этот ученик, мастер имеет очень мало опыта. У нас сетка. В каждом городе у нас работает где-то от 5 до там 15 человек. Естественно, эти люди, мастера, они не рождаются уже вот такими прям опытными, с тысячей процедур за спиной. Их мы учим, мы начинаем, мы людей берем совершенно без опыта. И, ну, естественно, все понимают, что в любой области человек какое-то время учится. У нас мастера проходят обучение в школе под контролем мастеров опытных, потом они начинают делать процедуры самостоятельно. Учеником считается мастер, который не сделал еще где-то 600-700 процедур, это реально несколько месяцев работы. Поэтому эти люди работают у нас за цену от 990 рублей до полутора тысяч рублей. Мы на этом ничего не зарабатываем, просто эти люди учатся. Они учатся видеть симметрию, они учатся класть пигмент в кожу без пятен равномерно, выбирать правильный оттенок для каждого. Ну, там очень много тонкостей. Вообще, человек должен понимать, что чем выше цена за оказываемую услугу, значит, тем меньшую вероятность ошибки допустит мастер. Значит, у него больше опыта, естественно, чем у человека, который вообще за 900 рублей работает. Мы не удаляем отзывы негативные ниоткуда, мы решаем их, насколько это возможно. Чаще всего такая проблема решается банальной коррекцией, то есть, немножко поработать по форме, немножко закрыть там где-то пятна, если неравномерно лег пигмент, если новичок заглубился и пигмент изменил оттенок, это можно исправить при помощи лазерной коррекции. Если процедура вообще полностью не устраивает, и человек хочет удалить, то можно удалить перманентный макияж лазером. Если это обычный клиент, который приходит уже не к ученику, то мы еще и несем гарантию в виде возврата двойного, потому что, ну, даже опытный мастер теоретически, он может где-то не угадать с глубиной, либо там по симметрии ошибиться, потому что, ну, мы не машины и идеально работать стремимся, но иногда получается сбой. Очень часто клиенты, которые приходят за совсем вот эту минимальную цену, за 990 рублей, за полторы тысячи рублей, они на самом деле самые требовательные, самые выносящие мозг. Я замечала, что чем меньше опыта у мастера, чем меньше он в себе уверен, тем больше им руководит клиент. Он помыкает им, говорит, что делать, из-за этого процедура удлиняется, он долго очень смотрит в зеркало, не давая обратной связи, ну, там очень много нюансов. В итоге отведенное время на процедуру заканчивается, мастер, естественно, начинает говорить, либо мы все начинаем работать, либо вы уходите, клиент чаще всего все-таки соглашается с тем, что есть, делает эту не очень хорошую процедуру. И у меня вопрос, зачем? Зачем вы это делаете? Если вы видите, что мастер не смог найти вам форму, не смог найти симметрию, встаньте и уйдите. Зачем делать татуировку на лице за 990 рублей, еще и если она вам не нравится по форме. Я не говорю о том, что наши мастера постоянно что-то портят. Нет, мы проводим очень тщательный отбор, мы выбираем мастеров с художественным видением, образованием, но лицо это не просто ровный лист бумаги, на который можно положить лекало, линейку применить и так далее. Это асимметричные почти всегда черты лица, это надбровные дуги, которые имеют рельеф. Это сложно на самом деле вывести в идеальную симметрию, подобрать пигмент, положить его на правильную глубину, потому что очень много факторов. При кажущейся простоте это довольно сложная процедура. Выбирайте хорошо мастера, если вдруг вам не нравится то, что он нарисовал на эскизе, встаньте и уйдите. У нас в колл-центре мы прослушивали разговор оператора, который рассказывает клиенту, который хочет записаться за 990 рублей. Клиент боится и спрашивает, сделает ли мне такую же процедуру, как вот за 20 тысяч, вот как делает ваш топ-мастер. И даже на процедуру, кстати, приходит к мастеру, ученику, у которого за спиной вообще ноль процедур, приносит фотографию работы топ-мастера, который делает за 15-20 тысяч процедур и говорит, сделайте мне вот так же. Ну какие шансы, что человек сделает это? Ну их нет практически. Вы должны понимать, что за эти деньги вы получите процедуру соответствующую. Скорее всего вам не испортят, потому что мы очень тщательно учим, отбираем, перстуем наших мастеров. В любой салон красоты зайдите, там сидит косметолог, который делает перманентный макияж. Наш ученик сделает в любом случае лучше, чем косметолог из соседнего подъезда. Поэтому обращайтесь, но не ждите великолепных результатов. Меня очень радует, что процент негатива у нас очень маленький, очень низкий, хороших работ гораздо больше, их в разы больше. Просто получивший хорошую процедуру клиент, он всем доволен, он просто о нас забывает. А если человек получил что-то не соответствующее его завышенным возможно ожиданиям, еще если он заплатил 990 рублей, то конечно он начинает жаловаться везде, где может и пытаться получить процедуру потом у топ-мастера. Если я не ответила на какие-то ваши вопросы в этом видео, пишите в описании, в комментариях, в соцсетях, в перископе задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Всем спасибо за просмотр, всем пока!